Другая параграфа. Когда Свамини приходит домой, ее девушки и мацевтики выполняют ее древесину и орнаментацию. Все это в действительности совершается в служении Мохану. Саки украшают Шримати и в это время говорят о Кришне Мохане. Но служанки быстро заканчивают свое служение, чтобы приготовить что-нибудь и накормить Шримати. Гурады, это значит, что служанки всегда в путь вперед? Да. Вы видите, это беджи Горья Ваишнава. Они только занимаются в том, что ехать. Реал Горья Ваишнава всегда учится, как кукурить, или он будет пытаться продвинуться. Он будет любить сделать хорошую прашаду для ехать. Гопинат спросил, говорит, это значит, что служанки всегда на шаг впереди. Гурады сказал, да, это красота гаудеева ишнавизма. Смотрите, весь гаудеев ишнавизм о том, про просад, как бы кого накормить. То есть настоящие гаудеи ваишнавы очень хотят кого-то накормить просадом. Это основы бхакти, когда человек хочет позаботиться о других и хочет их накормить. Их любовь отмечена сильным чувством принадлежности к свамине. Подобное чувство принадлежности можно найти в Шриле Говиндадасе, в полном вере в привратнике Махапрабу в Гамбире. Махапрабу, кто не зашёл для того, чтобы осветить век Кали, жил в Гамбире, где наслаждался сладостью чувств Радхи, Радхи в разлухе с Гришной. Он не спал ночью. Даже когда утро уже проходило, он всё равно оставался погружённым в транс-преданности. Его слуга Шриле Говиндадас начал кататься по земле. Плача, он взывал к Шри Сварупе Дамодару. Шри Пад, Сварупа, please bring the Lord back to the external awareness. Шри Пада, Шри Пада, пожалуйста, приведи Господа во внешнее состояние. The morning is almost over and I could not even make the Lord drink some water. Утро уже почти кончилось, а я не могу преподнести моему Господу даже немного воды. Это 17 стих, второй параграф. Таково чувство принадлежности слуги, который служит всем своим сердцем. Городев, как это чувство принадлежности взрастить в нашем сердце? Становитесь раду Даси. Становитесь раду Даси. Даси. Становитесь раду Даси. You see, the difference of Даси and friend. One is a servant and one is a friend. Right, Прасхант? One is a friend and one is a servant. Friend is loyal or a servant is loyal? Who is loyal? Friend is loyal. No, servants are loyal. Because they are one pointed to the boss. And friend want the same level from you. Same class. What you like, they also like. but servant has no desire that they are always in the mood of service and they are not grievances from you or anything. So what is higher? So servants. The Dasis are more important for Abhika than the friends of Abhika. Yes, let me translate, please. Гурудев говорит, в чём разница? То есть, да, вопрос был, как взрастить чувство мамоты? И Гурудев говорит, становитесь слугами Радхарани. Разница между слугой и другом. И вот он спросил, кто более предан, слуга или друг? И ответ был друг. Но Гурудев говорит, нет, потому что друг он всегда, то есть дружба это отношение на равных, что какая у тебя позиция, такая у твоего друга. Но слуга он ничего от тебя не хочет, он более предан. Поэтому настроение служанок Радхарани более возвышенное, чем у её подруг. Радхарани Радхарани Они не задумываются, если Махапрабху не пьет или что-то. Я сказала, что Говинда Дас в Манжаре, Сварупе, Сварупа Дамодара и Рай Рамананда — это саки, и они, как сказать, не так думают заботиться о Махапрабху, видимо, как Говинда Дас, слуга. Илья? Да. Но, когда железнодорожный железнодорожный, как может, когда Махапрабху приходить? Железнодорожный железнодорожный? Почему? Потому что Махапрабху. Что железнодорожное? У кого-то не выключен микрофон. Потому что там не урок. На полчаса. Гопинат спросил, но как обрести это чувство принадлежности, если у нас остаются личные желания, корыстные? Гурудев сейчас отвечает на этот вопрос. Гурудев, please, can you repeat? Because some interruption here. Someone not closed the mic, so I cannot hear properly. Гопинат asking, how can full-mindness awaken if there is still selfish desire? Selfishness has to come, that I say. Гурудев говорит, нет, должна прийти, должно это корысти остаться. Мы очень глупы, потому что мы не корыстны. Selfish. В своем материальном сознании мы полагаем свое чувственное наслаждение своей корыстью. И мы думаем, что мое отождествление себя с телом – это мои корыстные желания. И корысть моего ложного эго – это то, что я хватаюсь за это ложное эго, не хочу его отпускать, ведь я тогда перестану быть гуру, перестану быть таким великим человеком. Раскал. He said, you are a rascal. Why did he say rascal? Because you are foolish. You don't understand. You have to be selfish that you are a living soul. You are a living identity. You have to be selfish for that. You are a soul. You are never selfish for reality. You are a reality for false ego. So you are lost. Раскал называл всех негодяями. Он постоянно везде писал негодяи, негодяи, негодяи. Негодяи почему? Потому что мы дураки, мы глупые, мы не знаем, что нужно стать таким своекорыстным к своему духовному самоотождествлению, к настоящей реальности, а не к тому, чем мы считаем реальностью. Поэтому он всех и везде называл раскал, негодяя. Он с любовью говорил негодяя. Он с любовью говорил негодяя. Он говорил это с любовью, он ругался с любовью, но очень так, да, с жаром. Почему? Потому что он хотел, чтобы мы были корыстны до своей духовной самоотождествления, до этой своей духовной природы, а не до материальной. Чтоб мы жили в ней. Чтоб мы жили в ней. Когда мы идем к Бурни-хар и мы берем боди от моей рукой, и убиваем боди от моей рукой, то мы понимаем, что это боди очень полезная. Это боди, очень полезная. Если он не с земли, то почему вы его привезли к фенералу? И вы работаете всю жизнь для этого фенералу? Что это пластиковый боди? Это не сервис. Вы правы. Если бы оно не было из земли, разве мы стали бы его закапывать в землю? Там больше нету ложного эго, нету чувств, которые работают, потому что душа ушла. Поэтому где реальность? Душа — это единственная реальность. Как достичь эту реальность, как жить в этой реальности, вот это путь. Иоанн спросил Марии Магдалены, что такое грех? Ведь ты такой близкий спутник Иисуса Христа. Скажи мне, что такое грех? Однажды он пришел в мой сон, и я спросила, задал этот вопрос. Что единственный, он ответил мне, что единственный грех — это когда я забываю, что я духовный, что я душа. Вот это мой единственный грех. Настоящий грех, когда я забываю, что я душа, и тогда я автоматически из своего света. Спасителя забываю, и вот это действительный грех. Есть три типа вайраги. Иногда это отреченность вайраги слишком сильная. Есть три типа вайраги. Первый — это маркета вайраги. Маркета — это от слова обезьяна. Посмотрите на обезьян. Они не носят одежду. Они живут в деревьях, и они етят одни фрукты. И живут под деревьями, на деревьях. Кто может быть лучшим отреченным, чем обезьян? Но вы видите, какая природа обезьян. Они каждые десять минут, они ищут с кем бы совокупиться, бегают туда-сюда. В чем тогда смысл такой вайраги? Второй тип вайраги — это вайраги погребальная церемония, когда человек оказывается во время похорон, он очень многое переосмысливает и действительно хочет отречься, потому что он наглядно видит, в чем смысл, а в чем нет смысла. Жизнь не полезна. И когда мы вернем домой, певно-певно, певно, мы забываем этого. И опять повернув меня, что я — я душа. И такая вайраги, она временная, потому что, когда человек приходит с похорон, постепенно-постепенно он снова на него, этот, как сказать, мир, да, наваливается, покрывает душу, и все, он уже не готов отрекаться. Третий тип вайраги — это фалгу вайраги. Есть такая река Фалгу, у которой русло — это просто песок. Но если вы покопаете, там внутри вода течет, она как подземная. Сверху все посыпано песком. Это как вот это покрытие ложного, для того, чтобы отыскать истину, свою духовную реальность, свою духовную составляющую. Нужно этот песок счистить, для того, чтобы добраться до воды. И если вы притягиваете и отрываете этот песок, и вы держите в воду, вы переградите в воду, и вы ждете 10 минут, 15 минут, автоматически этот сад будет ковереть. И если оставить эту лунку, то есть докопать до воды, если оставить на 10 минут, она снова затянется песком. Это вот такой тип вайраги, тоже ненастоящий. Обратно все, возвращается, покрытие. Моя материальная самотождествение, опять же, не видеть воду. В 10-15 минут, оно будет ковереть, что моё материальное самотождествение настолько сильно, что оно покрывает сознание очень-очень быстро снова. И для того, чтобы добираться до воды, нужно постоянно копать и копать. Да, 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 вы видите это? Такой, мы вайраги вайраги мы знаем, но мы не хотим, мы не хотим, мы не хотим. So, I am, what do you say, the word? Selfish. I am selfish. I am rascal. If I am selfish, I will stay in the same consciousness that I not cover my sand on me. I have to be connected with the water, my dear water. With the reality that I am a living soul, I come to get the service in love and to develop feeling and the highest feeling. This is the goal of life, feeling and serve to the highest feeling that some feeling will come to me and slowly, slowly my feeling will become condensed. And condensed feeling is my spiritual body. Yes, it is my spiritual body. And how is the goal of my life? The goal of my life is that I came here to cultivate feelings, to live feelings, to cultivate feelings, to cultivate feelings, to cultivate feelings, to cultivate feelings. «Maha» чувствую, «Maha Bhavya». И когда эти чувства потихоньку-потихоньку развиваются, увеличиваются, они конденсируются. И в итоге получается, сконденсированные вот эти чувства — это наше Siddhadeha, это наше духовное тело. Those who are practicing Manjari sadhana Are then really selfish Because they only think of Radha Very selfish He's a gyampula I'm a brother He come and give dandwa to me That I'm the oldest He never come to me He's a very selfish man But this selfishness is for In the service So everybody respect about this selfishness And the one person who is selfish for the sense Body and ego Nobody respect If he's the Birla He's the richest man in the world Like a Will Great Or what? Wife Davos What's that? With Willa Gates He's a computer man What is his name? Willa Gates Davos Он сейчас сукрити получит Может быть Гуру-деф Can I translate? Sorry Sorry Гуру-деф говорит, что Настоящая вот этот Selfishness Свои корысти Он говорит Смотрите, у нас Есть Кешава Баба В храме живёт Кешава Баба Это духовный брат Гуру-деф Который Ну он такой Совсем отречённый Он служит Постоянно Постоянно служит И летом он носит Зимнюю одежду Зимой летнюю То есть он Очень погружённый Он читает Очень много Святых То есть он постоянно Повторяет и служит Он говорит Вот кто настоящий Вот Имеет свои корысть Но В чём она? Она К его сэве Эта корыстность Поэтому его все уважают Ему все кланяются А посмотрите Если обычный человек Он своей корыстен В своём ложном эго То он Его никто не уважает Даже если он миллионер Вот как Билл Гейтс Которого жена Даже оставила Бросила Хотя он самый влиятельный Человек В мире Головой покивай Кто знает Кешау Бабу Упакивать Городев говорит Кто знает Кешау Бабу Он кажется чудаком Потому что Зимой он носит Хлопковую одежду А летом Прям толстый Шерстяной свитер Я сама видела И он повторяет Трилака Харинама И когда четкие То есть для него Два круга Это один круг Мы отсчитываем Один круг Прочитали Отсчитали А для него Два круга Это один круг Он работает С четырьмя людьми На кухне И он присматривает За их готовкой И когда кто-то из них И когда кто-то из этих четырех ошибается Он всех выгоняет И говорит Я сам буду делать Прасад И он делает Там очень большое количество Преданных И раздача Прасады И в этот день Говорит Лучший Прасад Когда Кешева Баба гневается На этих женщин Которые помогают На кухне Они радуются Потому что Баба пролил на них Милость Он разгневался На них Они думают Что Ой Моя жизнь Венчалась Успехом Это рада даси Это рада даси Абхиман Это рада даси Абхиман Я рада даси Это 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 рада даси Гурудеф Абхиман Он говорит Ну потому что Мы духовные братья Я могу это делать Вот Гурудеф сказал Про Шачинандану Прабу Показали его Говорит Он тоже становится Немножко Как сказать Ну таким чудненьким Да Потому что он Ну Очень погружённым Становится И Гурудеф сказал Про Нарайна Махараджа Что однажды Я услышал Как Нарайна Махарадж Поёт Джая Рада Мадова Дайте И я был Настолько переполнен Что я сказал Я хочу Чтобы в нашем В Монгер Мандире Тоже была Эта песня Шачинандан Прабу Стало и петь Гурудеф говорит Когда он запел Я просто потерял Все чувства Всё Материальное Вот это Самоотождествление И когда он поёт От Харама Дурам Тоже это очень Очень сладостно Говорит Даже сердце Всех преданных Тает Поэтому Где это можно ещё увидеть Приезжайте В Монгер Мандир Время Раджа Бога Арати Поют От Харама Дурам Когда Божества Вкушают Поют Про Сладость Какой Кришна Сладостный Во время Шингара Арати Поют Джая Джая Рада Мохана Дайте То есть Меняют На имена Божеств Которые В храме Он говорит Это так Естественно Это Бхакти Настолько Естественно Это Рага Бхакти Вот этот Сокровенный Путь Преданности Узкий Путь Совсем Маленькая Тропинка Это говорит Не автобан Это не шоссе Оно Не для всех Вот оно Настоящее Вот это Своекорыстие Нужно быть Корыстным И жадным До своей Духовной До своего Духовного Самотождествления До этого Пути До этого Узенького Пути Рага Бхакти Вот что Значит Настоящее Своекорыстие До духовного Не до материального Настоящее Преграды Блокады В своём сердце И понять Истину Давайте дальше Читать Все поняли Русские преданные Я делаю Я делаю так Да Потому что Беби На меня Что я вижу У вас А я В ответ Делаю Вас Счастливыми Зачем Вам нужно Кивать Когда Что-то Объясняю Спрашиваю Понятно Или нет Это как телёнок Который Подходит К маме Начинает Подталкивать В имя Для того Чтобы молоко Текло Поэтому Если вы хотите Чтобы От Гуру Дэва Было больше Его осознаний Чтобы поток Тёк Свободнее Пожалуйста Включайте Камеры Смотрите Глаза И кивайте И будьте В интерактиве В грех Славни Он Мет И Блок Если Мы Хотим Это Славни Славни Будет Блок Славни И Я Буду Блок Славни Жай Гуру Дэв Гуру Дэв Гуру Дэв говорит Что Поток Идёт Я чувствую Вдохновение От Славни Что вам Сказать Но Если Вы Не Реагируете То Этот Поток Он Блок И Блок Поэтому Если Вы Будете Вот Так Как Телёнок Делать Кивать Как-то Реагировать То Потока Будет Больше Рада 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 Это 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 Видите Это Редактор Это Чувство Это Чувство Это Чувство Это Что Неестественно Что Же В этом Неестественного Это Чувство Дальше Читай Это чувство принадлежности. English has no word, what you say, mindless or selfishness. But we think different way, material person see different way. The person to person is changing the meaning, right? — Чувство принадлежности, нет подходящего слова в английском, чтобы это выразить. Габинат говорит, может быть, это тадатмья, единство, сердец. Он говорит, что от человека к человеку всегда разное значение, всегда люди по-разному воспринимают слово. — Маа Кесаб Баба сей, астаре астаре каутха, астаре астаре. Then Габинат asked him, what is the meaning of астаре астаре каутха? means he said in Bangalore, астаре астаре каутха. Then Кесаб Баба said, it's a stairs. You see the stairs? The stairs. — Yes, yes. — И Кеша Вабаба, вот этот садв из Мунгермандира, он всё время говорит одну фразу на Бенгале, и однажды Габинат спросил, что это значит. И он ответил, говорит, видите лестницу? — Then he said, you see, when there is a stairs, there is a many steps, right? — У лестницы много ступенек. — So somebody is in the first, it's the second, the other is second, it's the third, it's the fourth, all are in the different, different levels, and they understand like that. — One day Габинат рассказал мне эту историю, поэтому я вам её рассказываю. — You see? — Understand? — So we have to love our step in the middle. — Нам, говорит, нужно по ступенькам всё-таки двигаться, шагать вверх. — Таково чувство принадлежности слуги, который служит всем своим сердцем. — All his heart and percentage of service, maybe 10%, 20%, stage, level, stairs. 10%, 20%, 30%, 40%, 90%, 90%, 95%, and one is 100%. Full, full? — Heart. Full heart. Всем сердцем это значит, вся лестница пройдена целиком. Можно служить на 10%, на 20%, на 45%, на 95%, но всем сердцем значит, что у нас пройдена вся эта лестница доверху. — To whom? — To whom? Гуру? — To serve whom? Кому служить? Гуру? — My Swami. — Нет, Свами. — My Shtadev. — My Shtadev. — Not to navigate. — Try to understand what it is. — Пытайтесь это понять. Нужно служить не навигатору, не гуру, а Свами не Иштадеву. — I don't say guru. I say navigator. — Yeah, ты, говорит, неправильно сказала. Я, говорит, не говорил гуру, не служите навигатору. — Navigator. I don't say guru. Nothing about it. — Yes. Sorry, Gurudev. Yes, I... — Who can want to be a goal, I don't know. But goal is Swamani. — If you devote this goal, then you're gone, кейс. — Я, говорит, не сказал гуру, я сказал навигатору, потому что сначала нужно выбрать цель, куда мы едем. Мы едем к Свамини, и нам нужен навигатор, который нас к ней приведет, поэтому наша цель — это Свамини и служение ей. — Understand? Однонаправленность, one pointedness, then full heart can come. — Однонаправленность, тогда, если будет однонаправленность, тогда придет вот это вот всем сердцем служить. — Say that. — How to fill the heart with feelings for her? — Как наполнить свое сердце чувствами к ней, к Свамини? — Yes. When the consciousness grows, you not judge others, you judge yourself. — Когда сознание ваше будет расти, вы не будете судить других, вы будете судить только себя. — That selfless self to how to make happy to Swamini and his devotees. — Swamini and his devotees also. — You see, I know that my Shama Priya in rain I'm sitting in her room with Amrella. — I know, что Моя Shama Priya во время сезона дождей сидит в своей комнате с зонтом. — And whole rain season his whole room is leaking. — Потому что в сезон дождей комната их протекает. — And whole whole roof is broken. — Крыша сломана. — It hurt me so much. — Мне стало больно. — The devotee of Radha Mohana is suffering. — My Shachinandhan is suffering. — When they start fixing the roof, I say first Shachinandhan roof. — When they start cleaning the roof, I said first to clean in Shachinandhan on Shachinandhan Shachinandhan. — See? This is the point. Only not serve to the is today means there is all in his devotee heart to watch my service. That how can you make happy to who is the devotee and who want to be devotee of Radha Rani. how to make happy to them that they can grow more. — My God, I need four hours with Russian class. — Three hours. — 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 Что с русским классом происходит такое? Я пригласила ещё преданных из Краснодара. Это не Нандарани, да? Я не знаю, я точно не могу сказать, но я просто, как бы, когда я пригласила… Нет, по-моему, она на Zoom. Да? Если на Махарадж выйдет её. А вдруг нет? Нандарани покажитесь, если это выйдет. Если это Нандарани, да. Просто мне казалось, это из Краснодара, потому что вчера тоже, вчера на Zoom тоже на японском, после приглашения, но я не знаю, те, кто не включает камеры, я никак не знаю. Гурдев говорит, что три часа надо, три часа, говорит, на русский класс. Что, говорит, происходит тут такое? Поток какой-то льётся. Я говорю, что я скучаю Нандарани. Верно, я скучаю. Я, говорит, скучаю по Нандарани. Есть, Гурдев, и also. She is not contacting at all. Я не знаю, почему она стала глупостью за меня. Я буду улучшить себя, но я хочу, чтобы она тоже пришла. Я, говорит, не знаю, почему она разгневалась на меня, я постараюсь исправить себя, я хочу, чтобы она приходила. Но я люблю, чтобы она была на меня. Верно, я думаю, что я думаю о ней некоторое время. Верно, Нандарани? Да, да. Скажите, что это на него, на меня обиделась. Он говорит, что не для тебя, она не для тебя, но для меня, для Рада Говинда. Нет, нет, для меня. Для меня. Гурдев говорит, да, что он очень по Нандарани скучает и думает о ней и хочет, чтобы она присутствовала на крысах. Я говорю, что он очень по-насимпle, натуральный и и что мы можем сделать в этом состоянии, я не знаю, чтобы быть, чтобы быть к парамчари, я не знаю, чтобы быть, чтобы быть к Саньяти. Я хочу быть в Градасстасрам. Гурдев говорит, я не заставляю, говорит, у нас все очень естественно, очень естественным образом. То есть я никого не заставляю становиться брахмачари, не зову в саньясе. Я хочу, чтобы все оставались грехасхами, как они есть, чтобы работали хорошо, чтобы жизнь нормальная была. Но я прошу всех, никогда не забывайте ее. Делайте все, что вы работу совершаете, делайте ради нее, ради Радхики. Все, что вы делаете, никогда о ней не забывайте. Смотрите, вот преданные из Америки, вот чита сидит, пара, их зовут Садви и Махатма, они на самом деле Садви и Махатма и есть. Они, например, живут в Америке, они живут в Америке, у них Жапа. Смотрите, это муж и жена, да, Садви и Махатма, они живут в Америке, у них... Но они хотят вырваться из этого материального мира, они повторяют всегда Джапа. У них четки всегда в руках. Нужно на них ориентироваться, быть такими, как они. Если вы не любите в своей материальной семье, как вы знаете, как вы понимаете, как вы любите любовь и страдания и боли? Гуру Дев, Нарайана Махарадж, also, like, same words he was saying, that how you will love in Divya Vrindavan, if you cannot love here? Yes, same words. What can we do? How we can do? Not possible. И Гуру Дев говорит, что если вы здесь никого не любите, если вы в вашей семье не можете любить друг друга и жить вместе, то как вы надеетесь в Духовный Vrindavan попасть и любить там? Я сказала, что Нарайана Махарадж такие же абсолютно точно слова говорил, что если вы здесь никого не любите, у вас нет этого опыта, то в Духовном Vrindavan вам просто туда не попасть. Нет причин для любви, нет определенного времени года для любви. Любовь — это путь и цель вместе, и то, и другое. Гуру Дев говорит, что его дедушка говорил такие слова, что Любовь — это фундамент для того, чтобы выстроить дом для Бога. Вот так вот. Здорово. Мой Бог, говорит Радика, говорят, верь в Бога и делай свои обязательства, выполняй. Но говорит, мой Бог — мой Бог Радика, поэтому я думаю о ней всегда и делаю то, что нужно. Вера, надежда и Любовь. Спасибо. Спасибо.